В эфир телеканала «Россия» выходит «Вести Ульяновск». Вас приветствую, я Артем Петров. Здравствуйте, мы начинаем. Свои квартиры люди ждут годами, но получают не ключи, а обещания. С недостроя на маршрул Устинова ушел очередной подрядчик. Снова возбуждено уголовное дело. Какие перспективы видны сегодня? Глава областного правительства проэкспектировал ход работ по очистке грунта Виновской рощи. Устинные отходы там копились годами. Какой эта территория станет после того, как нечистоты, наконец, вывезут? И детская городская клиническая больница отмечает в юбилее. Ровно 10 лет назад самые разные филиалы взяли под одно руло. Дом, который люди ждут уже долгие годы. Недостроя на маршрула Устинова, 25, покинул очередной подрядчик. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело. Из рук в руки объект переходил уже неоднократно. Однократно. А дольщики все это время не перестают искать правды. И с нетерпением ждут развязки с запутанной историей. Не переживайте. Все будет. Несколько лет подряд одно и то же присылают. Только меняют даты. Это лишь одно письмо из огромной кучи бумаг, которые за 8 лет скопились у Альбины Грицковой. Ипотеку на квартиру в новом доме она взяла в 66 лет. Долг перед банком уже погашен. Но ключи от обещанного жилья до сих пор не получены. Очередной подрядчик покидает строительную площадку. Изначально банкротом был признан КПД-1. После чего возведение дома заморозили на уровне 13 этажа. Достроить многоэтажку взялся подрядчик из Чебоксар. Но в итоге захищение средств был отправлен за решетку. Третьим на объект зашел застройщик из Татарстана. Но спустя время прокуратурой снова выявлено нецелевое расходование. В следствии данных незаконных действий причинен ущерб около 80 миллионов рублей. По результатам рассмотрения, направленных прокурором района материалов проверки по данному факту, возбуждено уголовное дело по часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть мошенничество, совершенное в особом крупном размере. С каждым новым подрядчиком у людей появляется надежда на скорое заселение в долгожданные квадратные метры. Но время идет, а недобросовестные строители меняются словно перчатки. С 2017 года ждем уже свою квартиру наконец. Жилье не строится. Нас недобросовестные, как говорится, фирмы обманули, кинули. В областном фонде защиты правдольщиков сообщают, сейчас есть два варианта. Либо найти единственного застройщика, который готов сдать дом, либо снова объявлять тендер. Но тогда сохраняется шанс, что история с уголовными делами повторится. Это затянуться может бесконечно долго, поэтому на сегодняшний день у нас потрачено практически полмесяца, почти месяц на поиски подрядчика. То есть мы предлагаем варианты, то есть говорим, заходите на объект, вот есть деньги, есть финансирование, есть проектная документация. Но основной аргумент, по которому сегодня подрядчики не заходят на этот объект, не берут этот объект, это отсутствие свободных, скажем так, ресурсов по людям. Один из возможных вариантов восстановления прав обманутых дольщиков – уход на компенсационные выплаты. Но люди настаивают на другом, долгожданном исходе. Мне очень хочется, чтобы нам сдали этот дом. Никаких выплат нам не нужно, потому что сейчас жилье. Вы посмотрите, все вокруг отстроено. После нас отстроено 8 лет. 8 лет я жду это жилье. 8. И нет никаких сдвигов, одна только отписка. На сегодня в доме уже смонтировано 17 из 18 этажей, а в общей сложности строительство завершено на 70%. В обозримом будущем, если начать работу, то есть это 5-6 месяцев, то есть это реально, в принципе, закончить этот объект. Сейчас фонд продолжает активные поиски подрядчика, который возьмется за достройку дома на маршала Устинова. Если в ближайшее время найти его не удастся, объект снова придется выставить на торги. Артем Петров, Ксения Грищенко, Дамир Губеев и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Виновские рощи сегодня продолжают расчищать грунт от 2,5 гектаров загрязнений нефтепродуктами. Они копились десятилетиями. Ход работы проинспектировал глава областного кабинета министров. Игорь Кранцев продолжит. Буквально 100 метров от частных домов поселка Винновка, и это уже не город, а самый настоящий лес. Та самая роща с гончаровскими местами и, конечно, родниками. Вот только состояние некоторых из источников вызывает вопросы. Почва загрязнена нефтепродуктами. Объем загрязненного грунта, согласно официальным данным, 23 тысячи тонн. Сюрприз основной, собственно говоря, тот вопрос, который в настоящее время находится в проработке, это несколько увеличена площадь загрязнения. Поэтому и сейчас ставят вопрос о вывезе дополнительных объемов грунта. Проблеме, которую решают при помощи проекта оздоровления Волги, нацпроекта «Экология», уже не один десяток лет. Самое главное, что удалось выяснить причину загрязнения уникальной природной территории и разбить план работ на несколько этапов. Готовимся к новому объему загрязнения. В настоящее время у нас проходят изыскательские работы и далее будет проведена экспертиза. Соответственно, то, что было, конечно, это огромный накопленный пласт нефтеотходов, которые у нас появились в 70-80-е годы. Задача на этот год – установка специальных фильтров и каптажной системы. Это позволит очищать воду как минимум на двух участках. В Волгу она будет попадать уже чистой. Региональное правительство называет проект одним из приоритетных. Стоимость работ – более 250 миллионов рублей. Завершить все начатые работы в прошлом году по данному нацпроекту, с тем, чтобы действительно здесь выявлены были многочисленные источники загрязнения, с тем, чтобы действительно ликвидировать. А в этом году наша задача – завершить все эти работы. Основные работы должны закончить в теплое время года. Подрядчики заверили, что проблем возникнуть не должно. Владимир Разумков, в свою очередь, отметил, что, несмотря на такую уверенность, контроль за ходом работ будет по-прежнему строгим. Масштабное благоустройство станет заключительным этапом работ в лесной части парка Виновская роща. Процесс обещают сделать максимально экологически сберегающим, а результат – с учетом пожеланий местных жителей, которые бывают в парке. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. В областном центре появится новый пляж. Общественное пространство для летнего отдыха приводят в порядок в микрорайоне Мостовая. На живописном берегу Свияги, который долгое время был заброшен, вновь заработала техника. На пляж завезли сотни тонн чистого песка. Для удобства отдыхающих строители укладывают пешеходные тропинки из дерева. Установки готовы и малые архитектурные формы, выполненные из мрамора. Приводить территорию в порядок работникам помогают местные жители. Я хочу, чтобы тут была красивая территория, поэтому и убираюсь. Я и мои друзья тут будут отдыхать и загорать. Оборудуют здесь также душевые и кабины для переодевания. Работу планируют завершить уже в ближайшее время, а значит принять отдыхающих. Новое место отдыха у воды сможет в этом месяце. Кроме того, благоустроят и территорию рядом с пляжем. Появится пешеходная дорожка 250 метров длиной, появятся три смотровые площадки, входная группа для мостовой слободы, появится освещение самое главное, потому что все-таки безопасность здесь превыше всего. Эта территория в моем детстве была чистейшей, сюда с родителями приходили загорать, купаться. И потом со временем, когда увидишь, в каком состоянии это все сейчас находится, конечно, это была нашей мечтой. Воплотить мечту в жизнь помогли гранты, полученные по региональной и федеральной программам, «Комфортная среда ТОС» и формирование комфортной городской среды. Устройство будущего сквера продолжится и в следующем году. Сегодня уже идет проектированный следующий этап нашей проекта «Комфортной среды», где появится беседка для росписи молодоженов, спортивная площадка, будет дальше продолжена пешеходная дорожка. В планах у председателя ассоциации ТОС создание новые 6-километровые экотропы вдоль Свияги, от Плотины до Сельдинского моста. Детская клиническая больница Ульяновска 10 лет. Сегодня это одно из самых крупных медучреждений региона, которое под своим крылом объединяет самые разные филиалы. Единым строем свой путь больница начала в 2014-м после глубокой реорганизации. А главным ценным ресурсом являются, конечно, врачи. Около 300 маленьких пациентов ежедневно принимают только в 5-й поликлинике детской городской клинической больницы. Зимой эта цифра становится еще больше. Главная задача врачей, опираясь на современные методики и оборудование, поставить верный диагноз и помочь больному. Но еще важнее – найти свой подход к самым юным пациентам. 14-й год в поликлинике работает Ольга Горшкова. Несмотря на должность заведующий, опытный медик и сегодня всегда приходят на помощь молодым специалистам. Молодым специалистам помогаем во всех ситуациях, когда им что-то непонятно. Они нас приглашают на прием, вот врачей со стажем, меня в том числе. И мы там, допустим, слип какая-то у ребенка непонятная. Или какое-то дыхание в легких непонятное. Коллектив детской клинической больницы – это сотни человек, которые в последние годы стали единым целым. В 2014-м семь поликлиник, многопрофильный стационар, кабинет врача общей практики, два центра здоровья, пять отделений организации медпомощи детям в образовательных учреждениях взяли под одно крыло, которое без сбоев парит уже 10 лет. Мы все, ну как это сказать, единый коллектив, единый организм. И, конечно, мы стараемся работать так, как нужно работать. Поэтому за 10 лет мы выросли ощутимо. То есть если мы возьмем 2014-й год, работу в 2014-м году и работу в 2024-м году, это совершенно две разных больницы уже. С каждым годом такой полет становится только увереннее. Больница – одна из самых крупных здравниц, которая обслуживает 75% детского населения Ульяновска. В 2021-м она стала первым в Ульяновской области образцом применения бережливого производства среди всех госучреждений и четвертым учреждением в России, получившим подобный статус. Десять лет назад случилось замечательное событие. Детская больница стала единой. От этого выиграли, конечно, и сами медицинские работники, но в первую очередь выиграли маленькие пациенты и их родители. Больница стала современной, больница стала доступной, больница стала доброжелательной и готова всегда помогать. Развиваться детская клиническая больница Ульяновска непременно будет и дальше. Помогут регионы и федеральные проекты. Но главным богатством здесь были и остаются врачи, для которых помогать детям призвание. Артем Метров, Ирина Шмыгова и Юрий Давыдов. Вместе. Ульяновск. Донести правду. В Ульяновске побывала делегация ветеранов вооруженных сил и участников боевых действий в ДНР и ЛНР. Гости приехали для того, чтобы пообщаться с ульяновской молодежью и рассказать о своем видении событий, которые происходят в наши дни. Гости из ДНР встретились с руководством Ульяновского региона и обсудили вопросы сотрудничества. В первую очередь в сфере патриотического воспитания молодежи. Кроме того, представители новых российских регионов вместе с членами ульяновских общественных организаций возложили цветы к памятнику Дмитрию Разумовскому в центре Ульяновска. Дать понять, что там происходит, потому что очень тяжело понять, пока ты сам не приедешь, не объяснишь. Тем более сегодня ветераны с нами здесь, настоящие герои Донбасса, которые прошли путь тот самый с 2014 года. Среди тех, кто приехал в Ульяновск, генерал Владимир Бакин, экс-командующий Московским военным округом и бывший заместитель командующего сухопутными войсками России. Однажды Владимиру Юрьевичу довелось руководить парадом ко Дню Победы на Красной площади. И это не первая поездка по регионам, организованная Фондом Защитники Отечества. Молодые ребята, они для них, не знаю, это икона. Поэтому вот так и нужно. Обмен мнениями, ездить туда, как вот мы ездили последний раз в Благовещенск, в Камурской области, в столицу. Ансамбль ровесники, в котором я имел честь раньше участвовать, принимать участие, теперь едет на гастроли туда, в Донецк, понимаете? И это здорово. Это воспитывает и молодежь, и там, и здесь. Побывали гости и в спортшколе имени Героя России Дмитрия Разумовского в Заволжье. Там проходили соревнования, в которых помимо юных ульяновских спортсменов, участвовали и их сверстники из Донецкой Народной Республики. Это наш первый фестиваль дружбы между главой ДНР и главой города Ульянска, посвященный Дню России. Наши гости приехали из ДНР, ехали долго. Кроме того, делегация побывала и в Ульяновском доме молодых, где прошла встреча с активистами молодежных движений Ульяновска, а также урок мужества. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вест Ульяновск. В правительстве области провели традиционный штаб по комплексному развитию региона. Среди ключевых тем ход реализации национальных проектов, один из самых важных – здравоохранение. Также главе региона доложено о темпах до газификации в СНТ. А сам Алексей Русских подвел итоги работы ульяновской делегации на площадках Петербургского экономического форума. Сразу 11 важных соглашений заключила Ульяновская область на площадках экономического форума, который прошел в северной столице России. Каждый документ направлен на научно-техническое, культурное и торгово-экономическое сотрудничество. На площадке форума также обсудили перезапуск завода по производству автопокрышек, который расположен в Ульяновске. В ходе встречи с руководством компании S8 Capital обсудили сроки перезапуска завода в Ульяновске, в бывших заводах Петербургского. В этом году, а также возможности реализации других инвестпроектов. С генеральным директором Бочды России Имфилом Игоревичем Волковым мы подписали соглашение по открытии нашего региона централизованной группы для счета зарплаты. Будет создано еще дополнительно 200 рабочих мест. Эта неделя в регионе проходит под эгидой национального проекта здравоохранения. Упор будет сделан на диспансеризацию. Ранее выявление патологии является залогом для успешного лечения пациента. Основной упор делается на население трудоспособного возраста, о чем говорил Алексей Юрьевич Русских. То, что нужно сейчас медицинские организации приближать к рабочему месту наших пациентов, чтобы все, так скажем, проходило оперативно и быстро. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил расширить программу догазификации и включить в нее садоводческие товарищества. В регионе эта работа продолжается. В план-график догазификации включены уже более 2000 домовладений. У нас на территории области находится 223 садовых некоммерческих товариществ. Из них 150 в границах населенных пунктов, которые газифицированы, и 73 в границах населенных пунктов, которые еще не газифицированы. В настоящее время в наш адрес была направлена информация по 60 коммерческим садовым товарищам в полном объеме. На штабе по развитию региона Алексей Русских также заявил об увеличении доходной части областной казны. Бюджет вырос на 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Часть этих средств будет направлена на открытие в новой жизни нового поликлинического отделения. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. В Египет, Саудовскую Аравию и Катар больше 63 тысяч тонн зерна было экспортировано за границу из Ульяновской области. Это почти на 11 тысяч тонн больше, чем в предыдущем сезоне. Специалисты надзорного ведомства провели проверку 20 судов, в которых только по предварительным данным находилось свыше 38 тысяч тонн пшеницы и 25 тысяч тонн ячменя. Согласно требованиям технического регламента о безопасности зерна, сырье проходило контроль и следовалось на соответствии требованиям стран-импортеров. Каждая партия проверялась на наличие карантинного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность груза. В эфире Вести. Ульяновск. Мы продолжаем. Несколько десятков коллективов и почти тысячи участников. В первые дни июня в Витебской области в 57-й раз прошел творческий фестиваль «Брасловские изорницы». Этот конкурс по традиции объединяет фольклорные коллективы. На этот раз среди участников оказался и хор «Калибри» из Ульяновской детской школы искусств номер 12. Народный образцовый коллектив «Эстрадный хор. Калибри. Город Ульяновск. Россия». Вот так, с официальным представлением и флагами города и региона. Юные ульяновцы, как и остальные коллективы, прошли по улицам старинного Браслова во время открытия фестиваля. Музыкальный форум проводится уже более полувека. И на сей раз собрал коллективы из Белоруссии, Латвии и множества российских регионов. Фестиваль был достаточно серьезный, потому что там присутствовало несколько национальностей. Мы очень много с многими познакомились, можно так сказать. Увидели их культуру и поделились также своей. А еще из Белоруссии привезли множество эмоций и диплом об успешном выступлении на фестивале. Брасловские зорницы – это серьезный опыт для ульяновского «Калибри». По репертуару мы попали в самую точку, потому что мы любим исполнять обработки народных песен и песни советских композиторов. Браслов – город небольшой, но мне кажется, что абсолютно весь город собрался послушать. И несмотря на то, что в середине концерта пошел дождь, никто не ушел. Представители Ульяновской детской школы искусств номер 12 намерены снова приехать в Республику Беларусь. На сей раз, чтобы заключить договор о сотрудничестве и продолжать обмен творческим опытом. О, пою, 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 по широкому пою. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вест Ульяновск. На природе этим летом в регионе отдохнут больше 14 тысяч школьников. Все они на пару недель смогут забыть о телефоне и погрузиться в здоровое времяпровождение. Провести свое яркое лето в лагере «Огонек», расположенном в поселке Ламы, смогут более 700 ребят. Перед каждым летним сезоном здесь проводятся профилактические мероприятия – ремонт корпусов, обработка территории и запуск нового инвентаря. В этом году также есть возможность забронировать место в палаточном городке, который, к тому же, располагает всем необходимым для комфортного отдыха. Все подготовлено к открытию лагеря. Мы провели ряд работ, такие как косметический ремонт столовой, складов, медпункта. Это улучшили выход из корпусов, около крыльев сделали дорожки из трутарной плитки. Подготовительную работу прямо перед открытием первой смены оценила и представительная комиссия с главой Ульяновска. Здесь много изменений с прошлого года. Сделаны новые трутарные дорожки, подходы к зданиям, где детишки у нас отдыхают. Поэтому желаю детишкам, которые с 10 июня будет первая смена, а их порядка более 230 детишек будет отдыхать в первой смене, приятно провести время. В этом году лагерю «Огонек» исполняется 60 лет. В юбилей организаторы отдыха сделали все, чтобы дети не скучали. Подготовлена насыщенная программа. Зорница, лазертак, драматический и молодежный театры и, конечно же, дискотека каждый вечер. Первая смена стартовала 10 июня. Все желающие могут ознакомиться с программой и оставить заявку на сайте лагеря «Огонек». В летние каникулы дети в пришкольных лагерях обязательно посещают познавательные экскурсии. Одна из них прошла на территории пожарной части. Младшеклассники 13-й гимназии с воодушевлением слушали рассказ о специализированной технике, профессиональном вооружении и другом оборудовании. Приходится машину резать, двери скрывать. Вот мы используем такие ножницы, чтобы где-то дверь срезать, чтобы человека достать, пострадавшего, просто ДТП. Еще школьники узнали, что в пожарную автоцистерну помещается до 5 тонн воды, а лестница на высотной технике может подняться до 50 метров. Также юных гостей посвятили в некоторые рабочие моменты борьбы с огнем, как, например, важна слаженность в команде и почему важно хорошо уметь считать. Постовой, вот есть формулы у нас специальные, видите, формулы. Поэтому формулы высчитывают. Вот мы дошли к датчику пожара, я нашел очаг, по разу докладу, нашел очаг пожара. Он мне запрашивает, давление в воздухе. Я по номеру смотрю, давление у меня упало, там пока шел сколько-то атмосфер, я говорю, 200 атмосфер у меня осталось. Вот он быстренько высчитывает и по разу передает. Вам осталось работать 15 минут. Если он ошибется в расчетах, получит, нам на обратный путь воздух не может хватить. С ребятами также поговорили о пожарной безопасности и как надо себя вести, если в доме что-то загорелось. Например, выйти из него и закрыть дверь в помещение, чтобы туда не поступал кислород. Огонь его очень любят. И, конечно, звонить по номеру 01 или 112. Молодой сердцем и душой в Ульяновске провели традиционную летнюю спартакиаду для любителей спорта серебряного возраста. Организатором выступило региональное отделение Союза пенсионеров России. Поддержку оказали областной Минспорт и технический университет. Более 100 участников и 18 команд. Организаторы признаются, эти люди легки на подъем и готовы участвовать не только в зимней и летней спартакиадах, а и в весенней и сосенней, если бы таковые были. Наша молодежь, она должна равняться именно на вас. Вы задаете темп, они смотрят на вас. Могу даже привести пример, что студентов тяжелее собрать, чем вас на мероприятия. Поэтому хочу вам пожелать огромного здоровья. Нынешний спартакиада 14 по счету. Если в 2010 при проведении первой у организаторов еще были какие-то сомнения, то со временем они отпали. Это та традиция, которая прижилась. Те участники, которые и в этом году принимают участие, а такие есть, они были молодыми, они участвовали в самом начале становления спартакиады. И приятность сегодня уже многим за 70 плюс, и они также участвуют в этой спартакиаде. На старт, к линии подходим. Внимание, марш! На стадионе хозяин чает королева спорта – легкая атлетика. Но поклонники здорового образа жизни сильны и в других видах. Поразить смешение можно не только в стрельбе, но и в дартсе. И с дротскими порой даже сложнее. Ну а участникам турнира по настольному теннису, возможно, не всегда хватает мастерства. Но с желанием и стремлением полный порядок. Здесь даже участвуют семьями. Михаил и Галина Зубрилины, например, приехали из Новопогорелого Корсунского района. Лучшие получат шанс проявить себя и на спартакиаде всероссийского уровня. Однако, вне зависимости от итоговых протоколов, это те соревнования, где нет проигравших. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Ну а все выпуски вестей доступны на медиаплатформе «Смотрим», а также на сайте gtrk.defisvolga.ru. Оставайтесь с нами. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер юго-западный умеренный. Температуру воздуха днем по области 30-35, в Ульяновске 31-33 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok